Добрый день, уважаемые слушатели! Я приветствую все подключившиеся регионы. Очень приятно будет пообщаться с вами сегодня в этот праздничный день. Конечно, праздник у нас неофициальный. Тем не менее, поздравляю вас с еще одним таким, может быть, для кого-то это моментом для новых задач, новых целей. Середина учебного года, выходят только дети, сейчас каникул. И сегодня желаю вам плодотворной работы. Поговорим мы о функциональной грамотности и об одном из умений, которое является метапредметным и составляет как раз такое комплексное умение обращаться к текстам разного плана, стилей разных, типов разных текстов и использовать этот текст для собственного обучения, развития и так далее. Ну, как сказала, умение работать с текстом — это умение метапредметное, складывается данное умение в читательскую грамотность, то есть готовность, способность и умение применять свои знания, то, чему научился, для чтения разных текстов, для выбора понимания целей, задач чтения, выбора стратегии чтения. И так как умение — это метапредметное, то, конечно же, на формирование читательской грамотности направлено задание из разных предметов. Это и литературное чтение, и русский язык, и окружающий мир, и даже математика там. Дети точно так же работают с текстом. Вообще текст, вот если в общем, да, будем подходить к теме, текст и раньше, и в настоящий момент остаётся основным инструментом или способом обучения, потому что дети встречаются с текстом как на уроках, это тексты учебников, это тексты, которые включены, тексты задания, в тетради, в дополнительные пособия. Это текст, который является источником знаний, обучающий текст. Это может быть, если широко будем понимать, это слово учителя, объясняющее слово учителя. Это текст, допустим, в окружающем мире, который описывает какое-то явление, рассказывает о каком-то процессе, предмете и так далее. Это текст учебной задачи, которая помогает ребёнку освоить те или иные знания из этой области. Это также может быть текст разных алгоритмов, это, собственно, текст примеров, которые используются, допустим, на русском языке. То есть, если говорить широко о формировании читательской грамотности, то это умение читать любые тексты, с которыми дети сегодня сталкиваются как в классе, так и в разных жизненных ситуациях, и понимать, какой перед нами текст представлен. На слайде, в частности, вы видите, это художественные тексты, наиболее популярные, которые мы предлагаем детям на уроках. Это тексты познавательные, это тексты учебные. В зависимости от того, какой передо мной текст, формулировать цель, задачу чтения и выбирать способ прочтения и понимания этого текста. То есть, для чего этот текст буду читать и как я его буду читать. В международных исследованиях, в официальных документах, в рабочих программах по предмету обозначены как результаты группы читательских умений, которые помогают ребёнку не просто прочитать текст, но в перспективе научить ребёнка самостоятельно текст понимать, осознавать читательскую задачу, принимать её и использовать текст для получения знаний каких-то, для обучения и для самообучения, для саморазвития уже в дальнейшем. И вот в этом смысле формирование читательской грамотности очень согласованно с тем ориентиром, который сегодня транслируется в образовании, в том числе в разных сферах, в профессиональном образовании, в высшем образовании, в среднем образовании. Одна из целей современного образования — это сформировать мотивацию для обучения в течение всей жизни. Это объясняется и разными вызовами, с которыми мы сегодня сталкиваемся, с задачами, с личными задачами каждого человека и так далее. Поэтому от того, насколько хорошо сформирована мотивация, читательские умения на начальном этапе во многом будет зависеть, насколько, скажем так, эффективно и с интересом ребёнок будет обращаться к чтению как к основному способу обучения, собственного развития, профессионального развития и так далее. Но вот остановлюсь на тех умениях, которые обозначены в международных исследованиях в ПИРОС и проверяются, и в стандартах. Вот посередине читательская грамотность связана с четырьмя блоками, как это обозначено в примерной образовательной программе. Именно как метапредметное умение — это блок умений, связанных с чтением, с пониманием, с интерпретацией, с оценкой. И в ПИРОС выделяется также несколько групп, четыре группы читательских умений. Это первая группа, сюда включается умение по нахождению информации, заданным в явном виде. Вторая группа — это формулирование выводов, извлечённые из текста информации, понятой информации. Это интерпретация, обобщение информации и анализ и оценка содержания языковых особенностей и структуры текста. Вот то, что связано с умением ребёнком выделять структуру текста, составлять план текста. Это относится к группе умений по анализу текста. На уроках мы анализируем текст, обращаемся к нему с основной целью — это понять текст, о чём в этом тексте говорится, как он построен, выйти на понимание темы и главные мысли. И дальше мы поговорим уже. Да, и как результат, умение составлять план проверяется в всероссийских проечных работах, выносит на проверку всероссийских проечных работах по русскому языку. Перед вами описание ВПР 2020 года. Взяла её на сайте Федерального института оценки качества образования. Здесь содержатся все работы по всем предметам. Ну вот, в частности, умение в приложении в данной работе — это умение составлять план, прочитанного текста, то есть, объясняется, адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости. В письменной форме, соблюдая норму построения предложений и словопотребления. И к блоку в примерной образовательной программе это относится к умению делить тексты на смысловые части, составлять план текста. Ну вот, дальше посмотрим, какие тексты предлагаются в учебниках, с какими текстами дети работают на уроке. И дальше перейдём к описанию самого умения, умения составлять план, почему это такое важное умение, где дети его могут использовать, и почему это умение также будет относиться к метапредметным умениям. Ну, в начальной школе детям предлагаются в учебниках, в пособиях различные тексты. Вот если внимательно просмотрите учебники по разным предметам, мы будем обращаться сегодня к литературному чтению, то увидите, что здесь предложены тексты художественные, познавательные, учебные тексты. Разные тексты по типу речи, это поисдование, описание, рассуждение. В литературном чтении мы также рассматриваем разные типы текста. Ну вот, в русском языке там берутся такие, ну, скажем так, в чистом виде описания, рассуждения. В литературном чтении мы будем говорить о текстах художественного поисдования, художественного описания и художественного рассуждения. На слайде вы видите примеры таких текстов. Вот, например, рассуждение текстов А.Николаевича Толстого, «Куда девается вода из моря». Тексты, помимо художественных, если я только предложила, текст алгоритма или такой памятки, которые сейчас тоже включены в учебники, текст краткой биографии писателя. И для чего же предлагается такое задание? Как правило, в учебниках литературного чтения вот с этим умением, с этой задачей мы всегда работаем. То есть детям, как только мы освоили навык чтения, как только перешли к самостоятельному прочтению текстов, более-менее объёмных, мы начинаем предлагать детям составить план текста, пересказать его. Ну и следующая задача. Почему это важно? Потому что умение в процессе составления плана текста, что мы делаем? Мы рассматриваем, из каких частей состоит текст. Мы выделяем смысловые части, то есть те части, которые представляют собой законченную относительно тему, потом мы смотрим, как дальше развивается, и, увидев уже целую картину, можем выйти на понимание главной мысли. Поэтому задание на составление плана – это задание на понимание текста. То есть для того, чтобы понять детально, увидеть, как развиваются события, или что описывается, или как рассуждает и о чём рассуждает, какие аргументы приводит, например, герой в художественном тексте. Нам нужно увидеть вот эти составляющие элементы текста. Естественно, что ребёнку в начальной школе для ребёнка это не такая простая задача. Поэтому постепенно вот эти задания от простого к сложному на усложнение вводятся. При этом педагогическую задачу дополнительно, только к пониманию текста, мы можем ставить ещё дополнительные какие-то задачи. Например, с целью расширения словаря. Если мы будем рассматривать, читать текст описания, то, конечно же, здесь нам могут встретиться слова, которые выражают, характеризуют состояние, например, характер, детали какие-то, разные слова, обозначающие цвет, размер и так далее. То есть, допустим, помимо понимания текста, что само собой подразумевает уроки литературного чтения, мы ставим задачу, допустим, расширения словаря. Или составить план. Такую задачу можем преследовать, когда предлагаем такое задание, например, диагностика понимания. Но те же самые задания Всероссийской проверочной работы именно эту цель преследуют. То есть, составить план, тем самым продемонстрировать, что текст, ребенок демонстрирует, что текст ему понятен. То есть, один из способов предъявить свое понимание текста. Другую задачу, допустим, здесь можем преследовать, это выделение опорных слов. То есть, умение научить ребенка, формирование умения выделять главное, находить главные опорные слова. Составление плана текста – это также обучение одной из стратегий понимания текста. То есть, по-разному можем текст прочитать, добраться до сути, воссоздать ту картину, может быть, которая в художественном тексте составлена, или понять особенности какого-то предмета через описание и так далее. И, конечно же, для ребенка, когда мы предлагаем, для учеников, когда мы предлагаем то или иное задание, задание, например, составление плана текста, необходимо также ставить читательскую задачу. То есть, помимо того, что мы читаем художественные произведения, стараемся понять, что хотел сказать автор, узнаем что-то, какие-то истории читаем, также мы можем на уроках необходимо помогать ребенку научиться ставить читательскую задачу при анализе текста. То есть, когда мы прочитали произведение, затем, для чего мы обращаемся к тексту, составить характеристику героя, например, создать свой мультфильм. Для этого мы разобьем на части и так далее. Но вот более подробно уже конкретно давайте посмотрим на примерах. Итак, возьмем общую такую цель, то есть мы прочитали текст, нам нужно понять, что это за текст, нужно разобраться, увидеть особенности. И для этого мы можем через вопросы беседу выстраивать, но одно из заданий на определенном этапе по работе с текстом может быть как раз составление плана текста. В учебнике 2-го класса УМК «Школа России» предлагается такая памятка, с которой мы можем поработать. Здесь как раз это умение и описывается. То есть, возможный вариант, как составить план произведения. Прочитали произведение, подумали, о чем это произведение, о детях, о природе, о каком именно событии, определили, сколько частей в тексте. И во 2-м классе, в 1-м, 2-м классе, а в 3-м классе в учебниках предлагается авторское, то есть авторов учебника деление текста на смысловые части. На них можем ориентироваться, тоже посмотрим, как это в учебнике выглядит. Перечислить нужно эти части, определить самые важные, главные слова каждой части, записать их и озагладить каждую часть. Еще раз сверить план с текстом, уточнить последовательность событий и так далее. Это умение, которое необходимо развивать, формировать, потому что само по себе оно не формируется. И поэтому можем обратиться к памятке, прочитать ее, обсудить, чтобы вы добавили, попробовать по этой памятке поработать с произведением, может быть, дополнить ее и так далее. Но общую такую стратегию можно определить по работе с текстом, с художественным, с познавательным описанием, рассуждением и так далее. Через такие общие шаги, которые, опять же, не обязательно детям, скажем так, предъявлять. На такой алгоритм, может быть, вы выйдете с детьми в четвертом классе, но пока дети только учатся читать текст и понимать, и осваивать способы понимания, как можно текст, способы анализа текста, мы можем просто направлять детей, но вот, помня, держа в голове эти шаги. Первый шаг, когда мы прочитали текст, это определить предмет речи. Возьмем какой-то фрагмент и спрашиваем у детей, о чем говорится, о каком событии. То есть нужно определить, о чем идет речь именно в этом отрывке, например, в этом абзаце. Затем определить, что сказано о предмете речи. Например, описывается ромашка, про ромашку сказано, что она росла в самом дальнем уголке сада. В художественном тексте всегда есть еще оценка автора, того, кто рассказывает, героев и так далее. Поэтому при составлении плана художественного текста мы также можем этот вопрос переформулировать, а как автор относится к ромашке, в каких словах это видно и так далее. И следующее, общий тоже такой шаг, сформулировать предложение. Это могут быть, допустим, выписать ключевые слова, опорные слова, составить из них словосочетания, либо назвать, подобрать какой-то заголовок, либо выписать какую-то фразу, либо вопросный план будем составлять, поэтому задать какой-то вопрос и так далее. Но вот общие шаги, используя их, мы сейчас посмотрим как раз тексты. Общая стратегия по составлению плана художественного произведения, определить предмет речи, о чем говорится, определить, что сказано об этом предмете или как к нему относится тот, кто рассказывает, и сформулировать, собственно, пункт плана, сформулировать предложение. Например, обращаемся ко второму классу. Как учебная задача здесь как раз определено, будем учиться определять смысловые части в тексте, их заглавливать. Обращаем внимание, что вот здесь в учебнике как раз дано разделение на части авторами учебника, они звездочками обозначены, поэтому на части мы не делим, а обращаемся в той части после прочтения всей сказки уже, и стараемся определить и понять, в какой части зачем следует. Если это текст повествования, как в данном случае это сказка, то в основе текста повествования художественного лежит какое-то событие. Это событие с чего-то начинается, завязывается, развивается, достигает своей кульминации, идёт на спад и как-то разрешение, после разрешения, как-то заканчивается это событие. Ученики по результатам ВПР относительно показывают, демонстрируют хорошие результаты и проверочных работ на умение выделять часть и составлять план повествовательного текста. Потому что с повествовательными текстами постоянно работаем в плане составления, анализа текста, составление плана текста, постоянно работаем на уроке литературного чтения. Здесь важно, чтобы ребёнок в конце четвёртого класса мог это умение продемонстрировать самостоятельно, то есть самостоятельно определить, о чём говорится в каждой части и сколько этих частей в тексте находится. Ну вот с повествовательным текстом мы выделяем события. В первой части, что является предметом разговора, предметом речи, рассказывается о старике с его старухой. Дальше, что про них сказано, где они жили, что старик поймал рыбу. Золотую рыбку можем выделять более крупные части, более мелкие части и так далее. В задании, естественно, отражено это формулировка задания 6. Что сказано в сказке сначала, что потом, на какие основные эпизоды разбита сказка, назови, а заглафи, в составе плана, запиши его в рабочей тетради. Это задание мы можем предлагать как фронтально, когда вместе со всеми детьми работаем, понимая, допустим, что каждый ребенок во втором классе у нас это задание не выполнит. Обращаем внимание детей, но не сразу, можно начинать с этого плана, обратить внимание детей на то, как нам определить, сколько эпизодов в этой сказке, сколько частей. Обратить внимание детей на то, что выделены эти части, обратить внимание на рисунки. Обсудить, а как же нам определить, что главное в каждой части. И вот здесь мне уже выходить на понимание того, что если перед нами текст повествования, то мы будем следить за развитием событий. И поэтому в первой части говорится у старики и старохи, что случилось? Старик поймал рыбку и отпустил её. В следующей части, что происходит? Староха отправляет старика к золотой рыбке, выпрашивает кто-то. То есть вот если вернёмся к формулировке умения во всероссийской правительственной работе, которая даётся, то помните, там сказано, что умение составлять план в заданной степенью сжатости этого текста. То есть, по сути, когда мы составляем план повествовательного текста, мы очень кратко сжимаем вот те события, которые во всём тексте разворачиваются. Другой, давайте текст ещё посмотрим, тоже из учебника второго класса, он короткий, текст толстого, называется «Котёнок». «Котёнок» и задание к этому тексту. Следующим образом, он сформулирован именно на составлении плана текста по дому, возможно ли такая последовательность пересказа, или нужно что-то поменять. Вот даётся последовательность событий. На основе этой последовательности событий мы устанавливаем текст. Учитель проверяет, получает от детей обратную связь, понятен ли текст, правильно ли мы восстановили события, которые здесь описаны. Третье задание – разделить текст на части для пересказа, определить главную мысль каждой части, составить план. Давайте с этим заданием я вам предлагаю сейчас поработать и жду ваших ответов в чате. Вопросы или задания – вот те три шага, которые я обозначила вначале. Давайте я буду читать по частям, ну вот, по крайней мере, как я это вижу, по тем событиям, которые описываются в этом тексте. И будем определять, что является предметом речи, о чём здесь описывается, и что об этом предмете сказано. Первая часть, как первый абзац будет равняться первому абзацу. Были брат и сестра – Вася и Катя. У них была кошка. Весной кошка пропала, дети искали её везде, но нигде не могли найти. Вот попробуйте в нескольких словах опишите, о чём рассказывается в этом абзаце. Или о ком рассказывается. Запишите в чате, давайте вместе мы с вами посмотрим. Вот первый абзац, что является предметом речи или о чём рассказывается в этой части. Или о ком рассказывается. Окошки. Давайте уточним, чья кошка была. Ну, здесь сразу мы будем определять и героев. Окошки – дети. Известно ли нам, как детей звали? Мы составляем план именно этого текста. И поэтому вот здесь нужно очень вот эту тонкую грань соблюдать, где главная информация, где второстепенная. Вот здесь нам, что Вася и Катя, что у них была кошка и что она пропала. Пропажа кошки у Васи и Кати. Или пропажа кошки Васи и Кати. Совершенно верно. Можем так сформулировать. Здесь намное событие. Вот сказано про кошку. Кошка принадлежала у детей у Васи и Кати. И про неё что сказано? Сказано, что она пропала. Следующая часть. Один раз они играли возле амбара и услыхали. Над головой что-то мемучает тонкими голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара. А Катя стояла внизу и всё спрашивала. Нашёл? Нашёл. Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал ей. Нашёл. Наша кошка. У неё котята такие чудесные. Иди сюда скорее. Катя побежала домой, достала молока и принесла кошки. Вот скажите, изменился ли предмет речи? Вот о том же самом говорится в этой части или о ком-то другом уже говорится? Снова о кошке. Да, то есть в первой части говорится о кошке. И здесь снова о кошке говорится. Что сказано про кошку? Что кошка нашлась. Можем уточнить. Здесь мне пообсуждать тоже на понимании, кто её нашёл. Нашёл ли её Вася. Разные варианты могут быть. Нашла её Катя. Катя и Вася вместе нашли. Если позволяет время, знаете своих детей, вот здесь можно обратить ещё внимание на то, как автор, как писатель вот эту ситуацию создаёт. Вот он напрямую рассказывает и говорит, как мы понимаем, что кошка нашлась. Так и сказано в тексте. Автор так и пишет. Вася, наконец, нашёл кошку. Или что-то другое мы видим или слышим и понимаем, что кошка нашлась. Так, услышал мяуканье. А как мы понимаем, что кошка нашлась? По каким словам? Какие слова нам говорят, что кошка нашлась? Так, Вася услышал мяуканье, забрался на крышу амбара. И вот интересно, со слов Васи. Совершенно верно. Вот здесь интересно. Толстой описывает этот эпизод, это событие. Он рассказывает не своими словами, говорит, что кошка нашлась, а предлагает диалог героев. Катя постоянно спрашивает, нашёл, нашёл. И, наконец, Вася сначала говорит, что молчал, и, наконец, закричал ей. Нашёл, наша кошка, у неё котята, такие чудесные, иди сюда скорее. Хорошо, вторая часть. Вася и Катя находят кошку на крыше амбара. Здесь дополню, уточню немножко ваши варианты. Следующая часть. Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, где вывелись, дети выбрали себе одного котёнка серого с белыми лапками и принесли в дом. Мать раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. Дети кормили его, играли с ним. Вот здесь меняется предмет речи или тот же самый? О чём говорится в этой части? Следующие два абзаца. Так, а что? Дети выбрали одного котёнка. О ком здесь говорится? Здесь уже говорится о котёнке. А про котёнка сказано, что его решили оставить. Дети его решили оставить. Мама тут уже согласилась. Значит, вернёмся к началу. У Кати и Васи была кошка. Кошка потерялась. Или потерялась, пропала кошка в оси Кати. Кошка нашлась под крышей амбара. Но вот здесь, кстати, тоже можно было бы с детьми обсуждаем, достаточно ли нам здесь информации, для того, чтобы потом восстановить текст. С котятами. У неё были котята. В следующей части. Дети оставляют одного котёнка. Остальных мать раздала. Следующая часть. Один раз дети пошли играть на дорогу. И взяли с собой котёнка. Так, я вижу, вы уже вперёд прочитали. Один раз дети пошли играть на дорогу. И взяли с собой котёнка. Ветер шевелил солому на дороге. А котёнок играл с соломой. И дети радовались на него. Потом они нашли подле дороги щавель. Пошли собирать его. И забыли про котёнка. Вот эту часть. Вот здесь я уже вижу, дети взяли. Так, вижу, уже выше было. Дети выбрали одного котёнка. Кто-то уже писал. Дети взяли себе котёнка. А вот дети взяли себе котёнка. Хорошо. В этой части. О ком или о чём говорится? Последний, который прочитала. Вот здесь о чём или о ком говорится? О том, что дети пошли гулять вместе с котёнком. Сформулировали же полностью мысль. Давайте уточним. Дети пошли гулять. Но связано ли это с событиями, которые дальше будут развиваться? Или тут для событий важно, что что-то другое произошло? Котёнок где был? Где были дети? Дети пошли гулять с котёнком. Дальше давайте уточним, что происходит. Забыли про котёнка. Где находился котёнок и где находились дети? Посмотрите ещё раз внимательно в текст. Котёнок. Обращаю ваше внимание на... Важно, что отвлеклись. Оценки уже вижу, Татьяна. Дети сами по себе. Котёнок на дороге. Вот здесь вычитываю именно текст и обращаю внимание детей на детали в тексте. Для того, чтобы нам восстановить события. Вот ветер шевелил солому на дороге, а котёнок играл с соломой. То есть котёнок остался на дороге, а дети ушли. Дети и котёнок в разных местах. Дети забыли о котёнке, собирали чай, или котёнок остался без внимания. Да. Значит, следующий пункт. Вот можно, как вариант, да, один из ваших вариантов. Либо объединить можно, да. То есть дети взяли котёнка гулять и оставили его на дороге, и сами ушли. Следующая часть. Вдруг они услыхали, что кто-то громко кричит. Назад, назад. И увидали, что скачет охотник. А впереди его две собаки. Увидали котёнка и хотят схватить его. А котёнок глупый. Вместо того, чтобы бежать, присел к земле, сгорбил спину и смотрит на собак. Катя испугалась собак, закричала и побежала прочь от них. А Вася, что было духу, пустился к котёнку и в одно время с собаками подбежал к нему. Можно вот здесь остановиться, часть выделить, либо дойти дальше до кульминации. Собаки хотели схватить котёнка, но Вася упал животом на котёнка и закрыл его от собак. В этой части, что является предметом речи, про что здесь говорится? Что происходит? Поведение детей в опасной ситуации. То есть здесь котёнок. Спасение котёнка. То есть если мы обобщим котёнок в опасности, обратите внимание на ваши ответы и также обратите внимание на детей. Разные стороны. Вот сейчас даже увидели, в части мы смотрим. Например, спасение котёнка и котёнок в опасности. Посмотрите, разные акценты поднятия Елена расставили. Кто-то увидел, что котёнок в опасности. Тогда обращаем внимание на то, как котёнок дрожал. Вместо того, чтобы убежать, он присел к земле, сгорбил спину и смотрит на собак. Или, например, спасение котёнка. Тогда мы акцент делаем на то, как Вася бросился, что было дух упустился к котёнку и закрыл его от собак. Вася спас котёнка. Дети увидели охотника с собаками, Катя испугалась, а Вася нет. Вот, Татьяна, хорошая такая тоже может быть формулировка. Но Катя испугалась, понятно, что она сделала. А что Вася сделал? То есть вместо «нет» здесь хорошо просить детей дополнять, а что же Вася тогда сделал. Можно опасность, просто как самую ситуацию. То есть, посмотрите, мы по-разному можем озаглавить этот эпизод и по-разному определить, в зависимости от того, какие акценты можем поставить с детьми. И поэтому у вас может получаться даже несколько планов. Можем в скобочках записывать один пункт, другой. И здесь важно показать детям, что мы и тот, и другой вариант подойдёт, но немножко по-другому выделяем, да, главное, расставляем акценты. Поэтому вот здесь можно поведение Васи и Кати в опасной ситуации, котёнок в опасности, Вася спасает котёнка. Это разные стороны одной и той же ситуации, на что мы больше обратили внимание. Вася спас котёнка. Спасибо, да, спасибо за ответы. И последняя часть. Охотник подскакал и отогнал собак, а Вася принёс домой котёнка и уже больше не брал его с собой в поле. Вот это уже завершение. Здесь можно, опять же, да, выделить предмет, о чём говорится, о том, что котёнок был спасён и больше котёнка не брали с собой в поле. Таким образом, видите, с этим текстом, и в заданиях это отражается, можем предложить детям составить план текста, постоянно обращая их внимание на то, что в тексте поистованию мы выделяем основное событие, что происходит. И мы с вами посмотрели, можно цитатную формулировку взять, совершенно верно, но во втором классе, наверное, всё-таки ещё рано. К третьему, четвёртому классу можно предлагать какие-то такие фразы. Кстати, в учебнике есть цитатный план? Обращаться, я вам покажу, посмотрим такое задание. Вася принёс котёнка домой, да. Вот посмотрим на пункты и проверить, хорошо ли мы план составили. Можно предложить детям, прочитайте план, который у нас получился, скажите, понятны ли все события, которые произошли. Либо мы что-то упустили, что-то важное. Тогда можно план ещё раз откорректировать. И следующая задача, которую мы поставим, это пересказать текст, который у нас получился. Но мы можем пересказать, опять же, предложить здесь разные задания творческого пересказа. Например, как шестое задание «Перескажи текст от лица Васи». Что видел Вася? Он ведь здесь, наверное, всё-таки главный герой, потому что именно он влез под крышу амбара, именно он кинулся спасать котёнка и затем унёс его домой и уже не брал с собой в пуле. Вот с текстом повествования таким образом по шагам мы определяем в каждой части, про что говорится. Ещё одна стратегия, вот близко к этой определим, о чём говорится в первой части, что дополняется в следующей, что нового в следующей части, что нового узнаём в следующей части и так далее. Самое главное. И вот к этому тексту дополнить также можно ещё одним вопросом. А в какой момент или какой эпизод рассказа ты считал с особым волнением. Это может быть как вопрос на первичное эмоциональное восприятие текста. Также мы можем к этому вопросу в другой формулировке после составления плана вернуться. Например, в какой эпизод или какая часть самая яркая такая, где происходит больше всего событие, мы больше всего переживаем за героев, за котёнка и за Васю. Дальше. По-разному можно поработать с составлением плана текста. Алена, спасибо большое. На самом деле напрашивается оценка. После того, как мы проанализировали текст и объяснили поведение героев, нам становится вдруг понятно, что Васик герой, например, что котёнок нуждался в защите. То есть после того, как мы вот так прочитали текст и внимательно разобрались с тем, какие события происходят, нам вдруг ясно становится что-то про героев, что-то про события, что-то про своё отношение героями к событиям. И именно поэтому задание на оценку и на высказывание собственного мнения, оценки ситуации героев, как правило, стоит после задания на анализ текста. И это задание на оценку очень логично, естественно, выходит после интерпретации и анализа текста. Видите, что само собой просится какой-то вывод сделать, что-то сказать. Здесь важно, что эти выводы могут быть разные. Даже когда мы с вами сейчас составляли план текста, вы увидели, что каждый немножко какой-то свой акцент поставил на котёнке, на Вась, на ситуации, в целом на ситуации и так далее. Точно так же с оценкой кто-то может обратиться к одной стороне, вывод этот сделать, о герое кому-то захочется, кому-то захочется обратиться к самой ситуации, кому-то, может быть, обратиться к собственным чувствам, эмоциям, которые вызвало это произведение. Например, «Мне бы было очень страшно», «Я бы очень боялась за котёнка», или вспомнить какую-то свою историю. То есть всё это очень логично. На самом деле в беседе выходит из вот такого вычитывания текста. Давайте посмотрим ещё другие варианты заданий. Вот здесь ещё раз обращаю ваше внимание, что в учебнике литературного чтения есть разные варианты, все задания на то, чтобы ребёнку научиться самостоятельно читать тексты, анализировать текст, научиться и овладеть в данном случае вот таким способом понимания текста, как составление плана текста. Во втором классе задание к рассказу «Страшный рассказ» здесь предлагается такое задание «Разделить текст на смысловые части». Как видите, вот такого авторского деления здесь уже нет. То есть нужно выделить основные события, как происходит, с чего начинается, кто герой, что с ним происходит, как развиваются события. И дальше с помощью подчёркнутых слов составь план рассказа, запиши его в рабочей тетради. То есть в данном случае выделены ключевые слова или опорные слова, и нужно увидеть, к чему относятся эти ключевые слова и обозначить основные пункты плана. Дальше. К сказке Успенского, тоже во втором классе, Чебурашка. Выделение событий в рассказе также можем связать с такими творческими заданиями. Сегодня, наверное, уже большую сложность не составляет в плане технической создания мультфильмов. И многие педагоги и дети с огромным удовольствием выполняют это задание, то есть рисуют свои мультфильмы, снимают их, показывают. Либо мы можем инсценировать какое-то произведение. И вот здесь как раз необходимо умение делить текст на смысловые части. Ну вот представьте, что вы хотите создать спектакль, например, по сказке Успенского Чебурашка. Как мы это будем делать? То есть вот что нам потребуется? Потребуются герои, которые что-то будут говорить. Потребуются слова, которые они будут говорить. А как всё само действие будет происходить? Что сначала будет происходить? Что потом? Кто куда подойдёт? Кто к кому обратится? Кто что сделает и возьмет? И так далее. Поэтому вот такие задачи по составлению плана мы можем переводить в такой творческий вид, скажем так, в творческий формат. Предлагаем детям, например, написать сценарий. Это работа групповая на группу. Здесь мы можем выделить части текста и каждой группой предложить свою часть, в которой необходимо будет выделить сцены или эпизоды. Другое. Также здесь перед этим заданием предлагается задание, которое поможет ребёнку, детям, ученикам, это задание выполнить. То есть составить сценарий. С помощью вопросов обозначены основные этапы или основные эпизоды. Например, как у забавного зверька появилось имя один эпизод. То есть вот по сути здесь предлагаются вопросы, на основе которых можем составлять план текста, который нам теперь понадобится для того, чтобы составить сценарий. Другое задание тоже в учебнике второго класса. Прочитай план и найди в рассказе эти строки. Вот как раз цитатный план, про который до этого говорили. Мы читали сказку «Три поросёнка», давай сделаем себе домик, может быть, это «Серый волк», так и не стали играть больше в «Три поросёнка». То есть вот предлагаются разные типы планов. То есть ученикам даётся возможность увидеть и научиться работать с текстом или составлять план, используя такие, скажем так, разные способы, с помощью вопросов, с помощью фраз из текста, с помощью опорных слов, с помощью предложения, промалюровки. Ещё одно задание. Перескажи текст по плану. Например, «Котёнок Васик ловил мух, шляпа живая, мальчики швыряют картошку в шляпу, из-под шляпы вытаснулся серый хвост». Здесь видите, что есть разные формы. Где-то есть вопрос, где-то есть фразы из текста, где-то есть просто поискование. В следующих классах, также в учебниках следующих, третьего, четвёртого класса это умение в плане заданий усложняется. И, скажем так, больше от детей требуется уже таких именно алгоритмов, освоение алгоритмов или стратегии действия. В качестве примера давайте посмотрим несколько заданий. Во втором классе «Прочитай разные варианты плана к рассказу Пришвина, какой из них тебе больше всего понравился, объясни свою позицию». Вот здесь предлагаются три типа плана. «Первый. Все состоят из четырёх пунктов. Какой-то из них короче и более эмоциональный, и используются слова из текста. Какой-то более развернутый пункт, более подробные пункты, скажем так, обозначены, а по объёму планы одинаковые. Затем предлагается составить свой план-пересказом, сравнить его. То есть задание на составление плана, оно неформальное, авторы в учебнике постарались сделать так, чтобы это задание было неформальным, а позволяло каждый раз ученикам включаться в деятельность, заинтересовывать, решая основную задачу по чтению художественных произведений, понимании текста, выражении собственного отношения, собственной оценки». По вопросам также. Раздели сказку на части, а заглавь каждую часть, ответь на вопросы. Опять же, основные события здесь выделены. То есть в заданиях очень хорошая такая подсказка для детей содержится на том этапе, пока они ещё самостоятельно не могут охватить целиком, целостно воспринять весь текст, выделить элементы этого текста. Но с помощью вот таких заданий в разных формулировках дети как раз учатся обращаться к тексту и выполнять задания, осмысленно включаться в деятельность. Вот то, что касается текстов поистований, как правило, говорил уже об этом, для детей и учеников в четвёртом классе не составляет большой сложности составить план текста поистований, потому что на урок литературного чтения мы постоянно с этими текстами работаем. Но на той же всероссийской проверочной работе предлагается звук, извините, читаю, предлагается не текст поистований, а текст описания. И часто учебный текст содержит в себе не только поистований, но чаще даже, наверное, описания, и к старшим классам, к средней школе всё больше рассуждения. Поэтому для того, чтобы действительно текст воспринимался как такой способ, инструмент обучения, необходимо показывать детям, что мы работаем или читаем разные тексты, и что текст описания, текст рассуждения, текст поистований будем читать по-разному, что он по-разному построен. И здесь же, опять же, обращаемся к такому инструменту понимания составления плана текста, но обращаем внимание детей на то, что по-разному текст будет построен. Как метапредметное умение, умение составлять план текста или выделять структуру части, формируется на разных предметах. Так, например, на уроках окружающего мира ученики также работают с текстами, читают тексты, понимают, извлекают необходимую информацию, работают, преобразуют дальше текст. И вот в учебнике окружающего мира, на предмете окружающего мира, как правило, дети сталкиваются с научным описанием. А вот на уроках литературного чтения есть тексты научного описания, намного меньше, за редким исключением, сталкиваются с текстами художественного описания. В очень многих художественных текстах есть описание. И описание вообще в художественной литературе это такой приём создания образа. Образы героя, ситуации, ну и так далее, разные образы природы. И описание автор использует для того, чтобы создать образ и выразить своё к нему отношение. Потому что в художественной литературе всегда, в художественных текстах всегда содержится оценка отношения при этом автора, героев, рассказчика, поискователя и так далее. Поэтому часто, на самом деле, на уроке литературного чтения мы читаем описание, тексты описания, но не всегда обращаем внимание детей на такие фрагменты текста. Вот как в заданиях предусмотрена работа с текстами описаниями, давайте посмотрим, как раз на заданиях разберём. Ну, во-первых, в учебнике третьего класса предлагается отдельно текст описания и текст рассуждения. Здесь взяты художественные описания, художественные рассуждения текста Иоанна Николаевича Толстого. И основная цель по работе с этими текстами здесь как раздаётся это понимание предназначения текста. Поэтому второе задание, посмотрите, подумайте, с какой целью Толстой написал этот текст, чтобы что-то сообщить, доказать, передать свою радость, восхищение, привлечь наше внимание. Ну, очевидно, последнее, для того, чтобы что-то передать. С помощью вот этого описания. Давайте посмотрим, применяя вот ту же самую стратегию. Определить предмет речи, определить, что сказано о предмете, сформулировать предложение. Так как это художественный текст, то здесь содержится оценка либо отношение автора. Я прочитаю текст, задание такое будет. Напишите, пожалуйста, в чате, в каких словах выражено отношение, в данном случае мы говорим автора, к тому, что описывается. Ну, вместе давайте параллельно со мной отвечать на эти же вопросы. Но в чате здесь сейчас писать не нужно. Перед нами текст описания. Начнем. О чем этот текст? Нам подскажет заголовок. Какая бывает роса на траве? То есть речь пойдет о России. Как ее наблюдает автор? Когда в солнечное утро летом пойдешь в лес, то на полях в траве видны алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами и желтым, и красным, и синим. Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных листах травы и блестят на солнце. Вот в первой части говорится о России и про нее сказано, что она похожа на алмазы. И вот именно вот в этом сравнении выражается отношение автора, как в данном случае к России. Роса столь прекрасна, что своим блеском напоминает алмазы. В следующей части листок этой травы внутри мохнатый, пушист, как бархат. И капли катаются по листку и не мочат его. Когда неосторожно сорвешь листок с росинкой, то капелька скатится, как шарик светлый, и не увидишь, как проскользнет мимо стебля. Бывало, сорвешь такую чашечку, потихонечку поднесешь ко рту и выпьешь росинку. И росинка это вкуснее всякого напитка, кажется. Вот дальше, что мы узнаем про росинку? Здесь же не событие, не последовательность событий рассказывается, о том, что она очень вкусна, если ее вот с этой чаши выпить, что она не мочит листьев, а перекатывается, как бы катается по этому листику, потому что внутри мохнат и пушистый, как бархат, сравнение. Вот в данном случае художественное описание. Здесь нет последовательности событий, нам не нужно искать, с чего начинаются события, кто герой и так далее. Нам нужно здесь в этом тексте обращать внимание детей на то, что является предметом описания, про что здесь говорится, а что сказано про росу, что она как алмаз, что она собирается внутри листа или внутри травы, листка травы, что она очень вкусна, эта росинка, на вкус. Похожа на что еще? На шарик светлый. И отношение к росинке выражено через сравнение. То есть при чтении текстов описания в каждой части мы также находим, о чем идет речь, о чем говорится, что сказано, об этом предмете речи и формулируем свое предложение. Давайте еще посмотрим в текстах, которые мы читаем на литературном чтении, где встречаются описания и постепенно с детьми как раз показывать им, что описание в текстах не случайно, что всегда автор описывает для того, чтобы что-то изобразить, передать какое-то отношение, показать что-то, героя с какой-то стороны показать. Давайте посмотрим описание природы. в тексте «Случай с Евсейкой Горького» в третьем классе. В самом начале Евсейка оказывается на дне морском и наблюдает картина. То есть в описании идет речь о морском дне и видит эту картину Евсейка. А если видит Евсейка, то значит и отношение или оценка того, что описывается, тоже будет Евсейки, мальчика. И вот абзац «Ползет, не торопясь, алая морская звезда, солидно ходят по камням усатые лангусты, боком-боком двигается краб, везде на камнях, точно крупные вишни, рассеянные актинии, и всюду множество всяких любопытных штук». Вот скажите, чья это оценка? Любопытных, солидно ходят. Не торопясь, наверное, тут нет оценки. Скажите, чья это оценка? Кому любопытно? Для кого на дне много всяких любопытных штук? Это чьё есть отношение? Евсейки, совершенно верно. То есть обращаем внимание на то, что видит Евсейка и как он оценивает. Поэтому здесь можем задать вопрос, что увидел Евсейка над ней, как к этому отнёсся. Найдите слова. То есть вот это отношение, как Евсейка отнёсся к тому, что он увидел, нужно всегда подтверждать текстом, словами, которые есть в тексте. В заданиях обратите внимание на задания, то есть как раз включают именно работу с текстом описания. То есть в учебнике литературного чтения Школы России также есть задания на работу с текстом описанием, выявление описания в художественном тексте, умение собственное высказывание составить, проанализировать этот текст. Третье задание. Что увидел Евсейка в подводном царстве? Составьте текст описания. Имеется в виду выборочный пересказ, то есть один фрагмент взяла, подводное царство, дальше опять описывается, чуть дальше будет снова рыба описывается, которая была, которую увидел Евсейка, еще дальше будет фрагмент, то есть нужно найти все эти описания в тексте. Обратив внимание на сравнение, их можно найти в тексте с помощью слов точно как. В сравнении, кстати, тоже очень часто имена оценка. Дальше дополнить этот текст или сравнить можно с познавательным текстом, найди в справочнике подводные обитатели или в энциклопедии описание галатурии, сепи и так далее. Сравнись с тем, как описывает этих существ Горький в своем произведении. Вот здесь можем как раз с детьми выйти в третий класс на то, что в познавательном тексте там нет оценки, там нет слов любопытных, солидных, а в этом тексте есть. Вот подумать, почему. Здесь есть, там нет. В чего добивается автор использования таких слов. Дальше тоже на нахождение в тексте описания «Расскажи о Евсеяке» на дептекте слова, которые описывают его. То есть и поведение, и внутреннее настроение, и описание, связанное с описанием героя. Выборочный пересказ нужно сделать. Еще один текст «Оставь его колопуха». Здесь тоже дается описание природы. Но вот посмотрите, да, «Шелиня словарев» совершенно верно. В третьем классе это текст. Предлагаем вам фрагмент из текста «Колопуха». Здесь дается описание природы. Давайте также обратимся к этому тексту и постараемся попробовать составить план текста описания. Чем он будет отличаться от текста поискования, который мы до этого делали. Мы приближались к Альпийским Уральским лугам, куда гнали колхозный скот на летнюю пастьбу. Ну, то есть вот с чего начинается сабыль, где все происходит. Тайга предела, леса были сплошь хвойные, покоробленные ветрами и северной стужей, лишь кое-где среди редкопалых елей пехт и лиственниц пошевеливали робкой листвой березки и осинки. Там меж деревьев развертывал святые улитками ветви папоротник. Что является предметом описания в этом фрагменте? в первой части в первой части о чем говорится? Вот в той части, которую я прочитала, здесь про что говорится? Напишите в чате, пожалуйста. Описание леса. Можно уточнить, с какого леса деревья описывается. Так, о природе тайги. А что про тайгу сказано? Описание тайги. Что она поредела. Вот здесь одна из задач литературного чтения, уроков литературного чтения, это уточнение первоначального восприятия детьми текста. Что значит тайга поредела? Здесь может быть не совсем точное понимание этой картины, здесь ребенок может совершенно далекую от текста нарисовать картину. Чтобы уточнить, насколько действительно был понят этот текст, можно задать в данном случае дополнительный вопрос. Ответь на него, пожалуйста, тоже. Какое время года описывается? Вот в этой части есть ответ. Лето. Анастасия, почему лето? Можете найти подтверждение? Так, спасибо. Действительно, лето – летняя пастьба, потому что, то есть, упоминается лето. Но вот тайга поредела может свить толку на поределы не потому что, потому что очень часто этот образ встречается в стихотворениях об осени, то есть, поредел лес, листья упали, просветы появились и так далее. Здесь имеется в виду, здесь необходимо уточнить, речь идет о летием, деревья все с листвой, тайга поредела, то есть, стал более-менее плотным просто. Можно обозначить эту часть, как мы входим в тайгу и описывается, какая тайга. Стадо телята, следующая часть, стадо телята бычков тянулось на старую, заваленную деревьями просеку, бычки и телята, да и мы тоже шли медленно и устало, с трудом перебирались через сучковатый валежник. Вот здесь о чем говорится в этой части. На просеке, да? Так, вот деревья в тайге раньше были, все уже устали, препятствия по-разному. Видите, опять мы расставляем разные акценты. В тексте описания важно уловить или удерживать акцент на той картине, которая предлагается. В данном случае дается описание тайги. Если в первой части в целом о тайге говорится, о том, что она поредела, в следующей части речь идет о просеке, старое заваленное деревьями просека, то есть такой, как проход с поваленными деревьями, что трудно пробраться через валежник. Совершенно верно. То есть это все в этом абзаце есть. Нам тут важно понимать это текст описания, что описывается. Описание дается, выбрались на просеку. В следующей части в одном месте на просеке выдался небольшой бугорочек, слож затянутый, бледнолистым, доцветающим черничником. Зеленые попурышки будущих черничных ягод выпустили чуть заметные серые былиночки-лепестки, и они как-то незаметно осыпались. Потом ягодка начнет увеличиваться, багроветь, затем синеть, и, наконец, делается черной, седоватым налетом. Вкусна ягода черника, когда созреет, цветет она скромно, пожалуй, скромнее всех других ягодников. Вот в третьей части этого текста, о чем идет речь? О черничнике. Описание черники. Можно, опять же, на уточнение задавать здесь вопросы. Какой период? Процесс воспевания черники? Наверное, нет. Все-таки это художественный текст, доцветающий черничник. Наверное, Екатерина, точнее всего, будет доцветающий черничник. То есть чуть дальше говорится про ягоду, какой она станет. Можно прямо здесь остановиться и сделать по пунктам внимательно прочитать еще этот абзац, его даже сказать, а как же черника созреет, что с ней будет происходить. То есть посмотрите, до этого мы с вами посмотрели текст поискования, и при составлении плана или при анализе нам необходимо было удерживать событие. Как оно начинается, как оно развивается, достигает кульминации, идет на спад. При составлении плана текста описания, художественного описания, нам необходимо удерживать предмет описания. Когда придумали заголовку, формулировали заголовок ко второй части, мы разошлись, по чату видели, совершенно в разные стороны. И про усталость говорили, и про стадо, и про просеку. Но если мы удерживаем целиком тему этого фрагмента, то речь здесь идет о описании тайги. И поэтому следующим пунктом, если вот это последовательно сохранять, будет описание просеки. Его, в общем-то, можно было присоединить ко второй, к третьей части. У нас бы две части получились. Первая тайга, описание поредевшей тайги, описание деревьев в тайге. Дальше просека, про нее здесь немного сказано, только то, что она завалена деревьями, старая была. И следующее это описание, как растет доцветающий черничник на бугорке, просеки и так далее. То есть работать с текстом, описанием и текстом, поистованием совершенно по-разному вводим. Естественно, здесь мы постепенно к этому подходим, но здесь важно учителю, наверное, удерживать эту задачу, что основным предметом нашего сейчас обсуждения и понимания является. То есть в тексте поистовании события в тексте описания предмет описания. Еще несколько примеров из учебника 4 класса это текст Пустовского корзина с селовыми шишками. Какие вообще художественные описания есть в художественном тексте, с какими такими описаниями дети сталкиваются. До этого мы видели описание подводного мира, в следующем тексте посмотрели описание тайги, описание природы. Есть также описание интерьера. Допустим, вот этот отрывок в Бергене все было по-старому, все, что могло приглушить звуки, ковры, портьеры и мягкую мебель Грих давно убрал из дома. Остался только старый диван, на нем могло разместиться до десятка гостей, Грих не решался его выбросить. Друзья говорили, что дом у композитора похож на жилище дровосека. Совершенно верно, описание дома и мебели. Его украшал только рояль, рояль мог петь обо всем, о порыве человеческого духа. Посмотрите, как интересно обращать внимание детей обязательно на описание, потому что это помогает воссоздавать картину не только события, но и работать на развитие создающего воображения. В первом пункте классический текст описания, на самом деле. Его можно как с отдельным фрагментом даже будет поработать. Общая мысль описания, про что будет говориться. В Бергене все было по-старому. Будет речь о доме Бергене, о доме композитора. Это понятно из предыдущего текста. Следующую часть мы можем выделить. Называется время описания. Дальше. Мебель. Что дом был практически пуст, если мы переформулируем. Вот такие фразы, как слова «только», «остался только», они говорят о том, что это деталь. Это второстепенная информация. Следующая часть друзья говорили, что дом похож на жилище дровосека. И следующая часть украшения дома это рояль. То есть мы воссоздаем картину, мы видим, что нет мебели, посередине стоит диван, если подробно нам нужно эту картину воссоздать, в целом дом похож на жилище дровосека и царствовать над всем этим рояль. Дальше другой отрывок описания. Вот с такими текстами на самом деле в начальной школе дети очень часто сталкиваются, хотя как отдельный тип текста в начальной школе он не изучается, он изучается только в пятом классе. Это описание действия. Пример такого текста как раз перед вами из этого же текста «Корзина с силовыми шишками». Здесь описывается, как разные слушатели воспринимали музыку Григо. И опять же классическое текст описания, чистый текст описания, чистого описания. «Каждый слушал по-своему. Синицы волновались, как они не вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля. Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали всклипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладони покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельные печки и поглядывал в щелку за Григом. Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь на пол. Около ее босых ног стояли хрустальные туфельки». Ну вот они тоже подзвякивали и слушали. В данном случае текст описания действия. Но здесь нет событий, которые уже завиваются и описываются. Вот опять же можно с детьми отдельно с этим фрагментом поработать. И после анализа, после обсуждения этого фрагмента задать вопрос, а как вы думаете, для чего Паустовский дает вот такое подробное описание? Что он хотел этим показать? Что в действительности это описывается? В рассуждениях мы как раз придем к выводу, что Паустовский так описывает музыку, ее уникальности, красоту той музыки, которую сочинял Грек, что она не оставляла равнодушным ни матросов, ни прачки, ни синиц, ни даже падавший снег, ни даже хрустальных туфель в золушке. Любовь к музыке. И еще один фрагмент. К этому фрагменту дано задание после текста. Задание так звучит. Перечитать тот момент, когда Даня слушала музыку, что рисовало ее воображение, что представляла она. Это только часть этого фрагмента. Мы здесь можем поработать также с планом. План нам понимает, понять, что происходило. Лучше понять текст. В данном случае, опять же, это не повествование, это описание, но здесь описываются разные картины. Например, сначала фрагменты из этого отрывка прочитаю. Сначала она ничего не слышала, внутри у нее шумела буря, потом она наконец услышала, как поет ранним утром пастуший рожок, и в ответ ему сотнями голосов, чуть дрогнув отвлекается струнный оркестр. Затем мелодия росла, подымала, сбушевала. Вот эту картину нужно увидеть. И увидеть те картины, которые восстает Дагни. В художественном описании, как ранее говорила, что в художественном описании всегда есть оценка и отношение. В данном случае будет оценка и отношение Дагни. Поэтому вывод, к которому мы можем прийти через вопрос как раз, можно ли сказать, что Дагни очень любила свой край и родину. Да, совершенно верно, волшебная сила музыки. Музыка волнует всех, это к предыдущему трепку. Для чего опять же Паустовский включает такой отрывок, такое описание в этот текст? Для того, чтобы показать, как взволновала Дагни эту музыку и раскрыть ее характер, показать, что Дагни действительно любила свой край и родину. Можем пойти чуть дальше и предложить детям послушать отрывок из произведения «Утро» пьесы «Пергюнт Григо». И действительно включить, может быть, сначала этот отрывок и попросить детей представить, что они слышат. Но когда я слушаю «Начало», я тоже всегда слышу вот этот рожок пастуший. Рожок, он очень четко в мелодии рисуется. сравнить свои впечатления, то есть расширять представление детей о том, что значит чтение художественных произведений, что включает в себя художественные произведения. На урок литературного чтения мы работаем с текстами описания рассуждений и поискованиями художественными. Также сами задания постоянно обращают детей к поиску таких описаний в тексте и понимание того, для чего это описание в тексте дается. Например, в втором классе «Каким сказки показан старик? Какой старуха? Опиши их». Речь сначала идет не о характере и не о интерпретации поведения и оценке их поступков, а описание общей внешности. Дальше к сказке о царевне и лебеде. Составь рассказ о ней, опиши ее внешность. Расскажи о зайце, его характере, поступках, какой вывод ты можешь делать, прочитав сказку. И здесь же вопрос «Составь текст, проверим себя. Составь текст, описание героя сказки и текст рассуждения можно ли назвать зайца храбрым?» То есть разные тексты, по-разному будет структура выстраиваться. То есть ищем в тексте, находим тексты, фрагменты описания, художественные описания, выстраиваем поискование, и составление плана текста помогает лучше понять текст и увидеть разницу между разными типами текста. И еще хочу показать вам фрагмент из сказки Успенского, где найдется текст рассуждения. Вот опять же можем предложить детям только этот эпизод посмотреть, либо когда будем составлять план ко всему тексту, вот может быть на этом пункте остановиться. Прочитаем фрагмент небольшой. Директору пришлось взять Чебурашку под мышку и отнести его в главный городской зоопарк. Но в зоопарке Чебурашку не приняли. Во-первых, зоопарк был переполнен, а во-вторых, Чебурашка оказался совершенно неизвестным в науке зверем. Никто не знал, куда же его поместить. То ли к зайцам, то ли к тиграм, то ли вообще к морским черепахам. Тогда директор снова взял Чебурашку под мышку и пошел к своему дальнему родственнику, тоже директору магазина. В этом магазине продавали оцененные товары. Перед нами текст рассуждения. Вот составляя план текста рассуждения, мы уже ориентируемся не на предмет описания, не на последовательность событий и на логику развития событий. Мы обращаемся теперь уже к тому, на какой вопрос отвечает в данном случае автор. Этот вопрос формулирован в предложении «Но в зоопарк Чебурашку не приняли». То есть на какой вопрос отвечает «Почему Чебурашку не приняли в зоопарк? Что объясняется или что доказывается?» И как доказывается, во-первых, в рассуждениях есть, как правило, слова-таки маркеры. Во-первых, зоопарк был переполнен, и во-вторых, Чебурашка не знали, к кому отнести Чебурашку. Он был неизвестным зверем. Поэтому при составлении плана текста рассуждения или при анализе, или при понимании текста рассуждения нам необходимо фокус или акцент удерживать на объяснении причин, на доказательстве, которые использует автор рассуждения. Опять же, можем обратиться к текстам внимательно сначала посмотреть, а какие же тексты здесь представлены, для чего автор обращается к рассуждению в данном тексте, к описанию, что это даёт для понимания нами всего текста. И предыдущий пример учебного текста — это тексты заданий, это тексты правил, например, по всем предметам, это текст памятки, вот такой, который здесь есть. В чём особенность? В данном случае памятка перед нами, мы сразу можем определить, сколько частей в тексте, потому что части обозначены графически и выделены. Поэтому при чтении учебного текста точно так же обращаем внимание на, вернее, читая учебный текст, нам нужно выяснить предмет речи, о чём говорится в этом пункте и что про этот пункт сказано. В данном случае так как этот алгоритм, нам нужно выделить шаги, то есть что удерживаем при составлении, ну в данном случае нам не нужно составлять план, но вот по аналогии с составлением плана, с этой же логикой или с этой же стратегией чтения можем обратиться к учебному тексту. Первый пункт, как рассказать о писателе, назови имя и фамилию писателя, что ты уже о нём знаешь, запиши. Первое, что нужно сделать? Назвать фамилию и имя писателя и дальше по пунктам точно так же. То есть с учебным текстом, в учебном тексте, как правило, части очень чётко обозначены. Нам нужно определить, о чём говорится в первой части, во второй, в третьей и так далее, что про них сказано, как они между собой, может быть, что связано. И текст познавательный, это текст биографические сведения, вот как раз даётся памятка, как рассказать о писателе, и предлагаются тексты биографические. Также читаем текст, здесь нам поможет для понимания этого текста составление плана. Учитель может выделить часть, попросить детей, выделить части, а часть нам помогает как раз определение, выделение предмета речи, про что говорится, говорится ли про это же что-то новое, либо повторяется что-то. И ещё один такой момент, связанный с составлением планов текста, конечно же, наверное, будет очень быстро детям станет скучно выполнять одно и то же задание, если мы будем всегда формулировать только составить план, не связывая это с пониманием текста. Поэтому составление плана текста – это неформальное задание, оно непосредственно деятельностное, связанное с развитием читательской самостоятельности, связанное непосредственно с пониманием текста. Поэтому каждый раз мы можем предложить по-разному с этим заданием поработать, но именно умея составлять план текста, ребёнок очень быстро научится анализировать текст и понимать, то есть определять тему, определять главную мысль, делать вывод, находя в тексте о чём говорится и как к этому относится герой или автор. Поэтому и планы, в зависимости от задачи, можем разное составлять, это краткие, может быть, подробные, вопросы, номинативные, цитатные, подзвёздочка здесь дала, потому что цитатные пока только в проекте, в ГОС, в данном случае пока в результатах не отображён. Ко всему тексту либо к какой-то части, то есть нам нужно очень подробно проанализировать и понять какой-то эпизод. Давайте составим план. Кроме того, мы не обязательно должны только словами записывать этот план. Наш план может быть получиться в виде иллюстрации. Детям очень нравится это. Можем это соединить с описанием, потому что, создавая иллюстрации, нам нужно ведь герою как-то ещё нарисовать и найти в тексте, как описывается его внешность, либо интерьер какой-то, либо природа. Можем в виде схемы обозначить пунктами, в виде таблицы, создать какую-то карту. Это могут быть рисунки, какие-то условные обозначения и так далее. Суть не в том, чтобы не только мы можем ставить задачу развития речи ребёнка, умение формулировать собственное высказывание на основе прочитанного, допустим, заглавливать в виде предложений либо в виде словосочетаний. Основная задача – это показать ученикам, оснастить их таким инструментом по анализу текста, как выделение структуры текста. И следующее такое обращение к вам уже на такое задание после вебинара. Вот вспомните или обратите внимание, как вы сами читаете разную литературу, художественную литературу, что-то по профессии, нужно новое узнать для себя, изучить что-то, нужно о каком-то приёме, например, или, допустим, когда сейчас вебинар слушаете, обращаетесь ли вы к составлению плана. Если никогда не обращались, попробуйте просто, читая текст, но если это не объёмная какая-то большая книга, например, какая-то статья, в интернете статья про какой-то новый приём, хотите его изучить, прочитайте текст, используя вот этот способ понимания текста. Выделите части, обратите внимание, во-первых, на то, какой-то текст перед вами, там будет рассуждение, описание или поискование, и удерживая фокус на событии, на предмете описания, либо на логике рассуждения, находя доказательства или объяснение причин, составьте несколько пунктов. Может быть, у вас как-то цветной будет, может быть, просто вы пункты обозначите, может быть, в виде схемы на вас получится, и увидите, насколько понятнее становится содержание текста, который вы читаете. Ну и закончить хочу эту часть, да, вебинара, эту тему снова обращением к целям чтения художных произведений в начальной школе. Первое – это корректировка углубления первичного субъективного восприятия произведения. И вторая такая большая цель – это формирование системы читательских речевых умений, необходимых для понимания в дальнейшем самостоятельного произведения. И обучение, как раз умение составлять план текста – это очень хороший инструмент для формирования самостоятельного чтения. И осуществлять это можем через задачи, которые ставим, читательские задачи, педагогические задачи, конкретные приемы мы с вами посмотрели, как поработаем с текстом. И тут можно использовать разные способы фиксации результата. Здесь уже зависит, наверное, на творчество учителя, детей и от временных возможностей ресурсных и так далее. И вот связанность с темой нашего разговора о формировании читательских умений хочу вам показать. Может быть, кто-то уже увидел это пособие. Пособие «Грамотный читатель», в котором предлагаются тексты как познавательные, так и учебные, и художественные тексты. И работая с разными текстами, ребенок осваивает как раз читательские навыки, помимо того, что получает огромное удовольствие от чтения прекрасно подобранных художественных произведений, знакомясь, узнавая какие-то факты интересные о природе, о разных явлениях, о животных. Также ребенок учится анализировать текст с целью научиться понимать эти тексты. Спасибо большое за активное такое участие в чате. Спасибо за благодарность, всего доброго и до встречи на следующих видео.